Так ребята, подходим к избушке У нас гости Косолапые Прошел мишка Средних размеров Совсем недавно, наверное вчера днем Потому что след даже подтаять не успел Не хотелось, чтобы он Побывал у нас В избушке и разгабился Будем надеяться, что он там не был Но гости ходят Шел часто Семенил Как будто бы крался Средних размеров медведь Небольшой, но уже не маленький Вот мой след След медведя Средних размеров Подходим К избушке своей Недалеко уже Буквально на метров Пятьсот И тут мишка пробежался Ребят Смотрите, галечник Который сделали в прошлый год Здесь все обосрано глухарем А здесь Ого Но когда Он Может осенью здесь был Но Факт на лицо Галечник работает Здесь глухариный ток Я только что прослушал глухаря Одного видели? Одного я слышал Два глухаря В прошлом году Таковал один А это сосна Зимний Зимний корм Видно В помете В помете Виден зимний корм Сосна Да Сосна Так вот работает Галечник Так вот работает Галечник На земле Который год Галечнику Как раз год В прошлом году И строили Ровно год Галечнику Все обосрано Прям все Очень много Не один раз Он здесь был Так что Ребята Которые говорили Что весной Глухарю Не нужен камень Факт Налицо Зимний помет Привет друзья Сегодня у нас Первое мая День открытия Весенней охоты Собрались мы Значит Выйти Немножко Поохотиться Отдохнуть Поготовить На охотничьем костре Чем сейчас Миша занимается Передай тебе привет Хлеба с салом В общем Такие вот дела Вышли мы четвером Олег Ларс Миша И я Ночевать будем В избушке В общем По мере сил По мере возможностей Буду снимать Время у нас Время у нас 7 утра Холодно сегодня Проходили возле тока Слышали глухарей Да кстати я уток Еще спугнул 5 штук На луже В общем как то так Ребят Настроение отлично Погода супер Шашлыки горят Гореть не на что бы горели На что бы жарились В общем вот так Смотрите Думаю будет что поснимать Поснимаем Пойдем На тетеревинный ток Он Наверное Я думаю что он Не очень хороший Если будет мало То не будем стрелять На Вольшинеп Сходим Поохотимся Но стрелять Наверное Ночевало было Да Стрелять в этом году Наверное было мало В этом году весна поздняя Снега еще очень много В лесу Очень много Будем отдыхать Как то так В общем Что Мишка Агнуваш Отдых удастся у нас Весной важно Не стрельба Весной важно Отдых Выбраться из города И отдохнуть Все верно Тут я с тобой полностью согласен Птички поют Рассвет Романтика Лес Погодка хорошая Настроение Да Вообще здорово Все радуются жизни Радуются весне Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха Небе не любишь сниматься? Я не люблю Должен по никому Я говорю Поди Господи Олимейчик Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха Посмотри Да Посмотри Посмотри Не говоришь На всяком Промах Ай да заебца. Все бы праздники, такая погода простояла. Выходим на вальшнепинную тягу. Так вот мы с Мишей находимся на тяге. Вон Миша стоит, здесь я. Место выбираем. Тут небольшая низинка. Здесь поле, как на бугор идет возвышенность. Между большим и маленьким лесом встаем здесь. В этом месте глухарь очень хорошо тянет. Однажды у меня здесь был самый большой результат на вальшнепинной тяге. Сбил я пять вальшнепов за вечер. Это было уже четыре назад наверное. Тихо в лесу, спокойно. Приятно очень. Природа просыпается от зимнего сна. Миша стоит покуриват. Вредит своему здоровью, да. Давай-ка я сначала поснимаю, как ты стреляешь, потом сам встану. За с ним постараюсь заснять момент выстрела. Посмотрите, как Миша мажет по вальшнепам. Вальшнепы испугивал у пруда. С земли взлетел. Тихо вальшнеп, сейчас Миша будет стрелять. Далеко, Миша не надо, далеко. Выстрела не состоялось, так как птица была далеко. Шапку кинул. Миша будет прямо. Вот так вот Михаил Геннадьевич мажет. Я тут шапки кидаю, блядь. Он мажет. Мазила. Мазепа, блядь. Вот он, ребята. Лесенний трофей. Миша лоханулся и заснять не сумел. Мой подбитый. Жестокие сцены показывать не будем. Вот такой трофей, ребят. Лесенний вальшнеп. Добытый Серегой. Сейчас Миша дадим попытку еще разок. Пульнуть. Ребят, извиняюсь, теперь я просрал. Не успел включиться. Миша сбил. А теперь ты лоханулся. Теперь я лоханулся. Миша сбил вальшнепа. Добирай. Пищи там. Прости, друг. Два вальшнепа, ребят, у нас есть. На супчик мы настреляли за сегодняшнюю тягу. Добрав. Два вот таких вот куличка. Меркель практически не важен. Второй вальшнеп за сегодняшний вечер, ребят. Попал прямо в глаз. Этот наглухо. Даже не третухнулся. Снял штер. Вроде бы, да. Третья свилочная по затягу на одном месте. Как вы считаете, достойный результат? Я думаю, что да. Третья свилочная по затягу на одном месте. Так, ребят, ходили на глухаринный ток. Случайно наткнулись на гусей. Две стаи сплюнулись с болота. Глухарин такой вот. Но мало. Подходить не стали. Эй, Хонорики, подъем, бля. Это охотники, бля. Да, бля. Пять утра, бля, спят, еб ты. Миша, подъем. А, дверь открылась. Пять утра, бля. 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 Так вот охотники спят, бля. Сходили, в общем. Сейчас расскажу. Второе мая. Раннее утро. Пять утра. Сходили с Олегом на глухаринный ток. Двух петухов слышали четко. Один вроде бы так. Под вопросом. Был, не был. Несколько глухарок. В общем. Подходить даже не стали. Мало. Надо подразвести ток. Но, тем не менее, глухари есть. Это радует. Мы хотели попробовать. Дальше. Пройти по току. Но снег очень сильно хрустит. Глухарь настороживаться. Насчитали, в общем. Двух штук сегодня. Двух глухарей. Ну, третий. Третий под вопросом. Это так. Сейчас будем Мишу будить. Пусть жрать готовит. А то он спит. Как с руки. Ладно, в общем. Будем включаться, снимать. Что будет интересно. Сегодня третье число. Уходим домой. Поохотиться вчера не удалось. Весь день шел дождь. Сегодня выяснило. Но надо уже домой собираться. Такие вот дела. Сыро в этом году очень. Дождя было много. Снегу еще тоже в лесу прилично. Готовимся к выходу. Если еще будет, поснимать по дороге. Будет включаться. Если нет, то нет. Ладно, ребят. С вами был Серега Охотник. Наша веселая охотничья компания. Давайте. До новых встреч. Пока. Свежий галечник, ребята. Отсюда вижу. Далеко, конечно, очень. И фокуса на камере у меня нет. Но над свежим галечником, который был сделан этой зимой, сидит глухарка. Издалека посмотрели на нее нанометров 200. Посмотрели из бинокля. Сидит глухарка. Это, опять же, для тех людей, которые говорят, что весной глухарю галечник не нужен. Вон она полетела. Сейчас я подойду. Галечник улетела. Специально для тех, кто говорит, что весной галечник не работает. Работает. Грубое заблуждение. Что глухарю весной галька не нужна. Глухарь продолжает питаться грубым зимним кормом. И поэтому галька ему просто необходима. Что она в феврале вроде делает. Он был без снега. Сразу его птица нашла. Темное пятно на белом фоне. Вот так вот. Сейчас подойду. Я думаю мы в этом, не в этом, а вообще разведем здесь хороший ток. Очень бы хотелось. Очень бы хотелось хороший ток. Подхожу, подхожу к галечнику. Бухарька сидела вот здесь. На этой березе. Не садилась она на него. Но предыдущий галечник говорит о том, что глухарим пользуются. Пользуются весной. Так как в помете глухаря очень много хвои. Ладно, идем дальше. Переправа, переправа. 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 То есть, масло. Переправа. Переправа. Плухарька. Переправа. 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 Я уже дважды чуть не упал. После баньки можно бы в такую конечно упасть, а тут не после баньки. Не упал. 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 Не упал.